Это десятый километр по трассе в сторону села Воронина, бывший полигон Томского училища связи. Три года назад отсюда ушли военные, бросив все, что осталось. О живущих здесь людях тогда никто не подумал. Сейчас про них просто забыли. Этот дом, построенный для военных, стоит здесь не меньше 16 лет. Лариса Вяткина когда-то работала свинаркой при училище связи. В этих помещениях военные держали 600 голов свиней, в год сдавали 24 тонны мяса. Чуть меньше трех лет назад Томское высшее военно-командное училище связи расформировали. Полигон бросили, свиней заморили. Лариса говорит, что именно тогда и началась длинная история их темной жизни. Военные забрали все, что было можно, в том числе и под станцию. Их дом остался без света. Наступающая зима, будет третий без электричества. Обитатели этого дома ждут ее с ужасом. Как хочешь, так и живи, понимаете? Как мы можем дальше жить? Вот здесь спокойно, здесь по одному зимой не пойдешь. Вот здесь вот проходит рысь. Она вот три года, вот три года, третий год нету света, и третий год она ходит. Сейчас этот дом с четырьмя жильцами отдан на баланс квартирной эксплуатационной части военного гарнизона. Но оттуда помощи люди не ждут. Говорят, ходить и унижаться больше нет сил. Уехать отсюда им некуда. Сейчас нет денег. На жизнь они зарабатывают, делая берестяные шкатулки. Летом держат небольшое хозяйство. Но ближе к зиме от него придется избавиться. Ну, купили мы курей, отдали две тысячи за эти курей. Сейчас до холодов тоже их резать придется. Ну, куда я их без света дену? Куры слепнут моментально. Это дорога к водокачке. Другого источника воды здесь нет. Сюда приходится ходить несколько раз в день. Все, чего пытается добиться у томских военных семья Вяткиных, это элементарных признаков цивилизации. Нам много ничего не надо. Мы требуем только один свет. Все. Свет, воду. Нам больше ничего не надо. Пусть свет будет. У нас вот работает скважина. Нам больше ничего не надо. Нам только единственное свет нужно. Виталий говорит, что в округе бывает немало бомжей. От них приходится охранять не только свой дом, но и огороды. Еще он ценам зарабатывает тем, что сторожит поля с картошкой, принадлежащие все тому же военному гарнизону. Жить здесь эти люди собираются и дальше. Они считают себя забытыми и ненужными. Говорят, за пределами этого забора им делать нечего. Продолжение следует...